Префикс, приставка, это прикрепленный член впереди, стоящий перед корнем и изменяющий его лексическое или грамматическое значение. Не могу спокойно смотреть на политиков, позирующих в эти дни над братскими могилами, и как минимум трижды за время своих бездарных выступлений, произносящих названия, неважно какой партии. Не могу смотреть на кремлевских негодяев, позирующих приставками к ветеранам и в это же время хулящих их память братоубийственной авантюрой в Украине. Сплошь и рядом эти ребятки, политики, приставки, разворовывающие страну и непосредственно виновные в нищете ветеранов той самой войны. Для меня все они позорные, дешевые приставки к победе в войне моего деда. Победа над фашизмом – великое событие в истории, но прикрепленные члены впереди, тем более кремлевские члены, эти префиксы в виде партии, идеологий, они меня уж очень, очень раздражают. История без префиксов – это история личностей. Нам нужно изучать историю войны не цитатами из учебников, а коммунистических эффективных менеджерах с официальными пропагандистскими версиями. А рассказами наших стариков, которыми они в потертых, грязных сельских фуфайках с орденами, которые они вкладывали в наши души. Для меня Вторая Мировая – это дед Коля с его завораживающими детскую душу пересказами о том, как они с друзьями по автобатальону обнимались перед каждым очередным рейсом по дороге жизни в блокадный Ленинград. Это история о том, как нельзя было остановиться, когда кто-то из них от взрыва уходил вместе с полуторкой в воронку под лед. Бьется в тесной печурке огонь. А еще это рассказ мамы, которая со всем ребенком была поднята в последний раз на руки уходящим на фронт отцом. И по ее словам не запомнила даже его лица. В памяти остались только запах табака и огромные усы батьки. А еще она помнила то, как на следующий день они стояли у железной дороги, в тщетной надежде разглядеть в проезжающем на фронт поезде отца. До фронта он так и не доехал. Поезд попал под авиационный налет. Эх, дороги, были до туман. Когда кто-то говорит, что это была победа Сталина, меня физически передергивает от этого уродливого, прикрепленного впереди члена, в виде приставки к победе. Когда некто заявляет о победе коммунизма над фашизмом, мне так же плохо, поскольку обе эти бесовские системы порождение одного и того же врага человеческих душ. Кому, как не христианам, понимать и помнить, что Вторая мировая была шахматной партией дьявола с самим собой. И надо признать самой успешной по количеству жертв, положенных на бесовской алтарь. Для меня та победа была торжеством человеческого, светлого, божественного над дьявольским, темным, демоническим. Это была победа человечности над бесовщиной, и в ней нет места сатанистам упырям Кремля, топившим свою страну в крови как до, так и после войны, да и сегодня устроившим бесовской пир у нас в Широкино и Авдеевке. В той победе нет места вертухаем сибирских лагерей, нет места расам, странам, партиям или идеологиям. Короче, нет места приставкам. С наступающим вас Днем Победы без дьявольских префиксов, без членов, стоящих впереди и искажающих смысл слова победа. Темная ночь, только пули свистят по степи.